Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова The Master И сегодня, вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на Кубиксе в режим Color Control Дорогие друзья, в общем-то, это не обычный Color Control Это будет Color Control на 4 команды по 5 человек каждый, то есть на 20 игроков То есть обычно увидели Color Control в виде карты И, соответственно, там было 5 на 5 сегодня лишь Но недавно мы играли на Кубиксе тоже 10 на 10, а в этот раз будет аж 5 на 5 на 5 на 5 Естественно, были некоторые поправки внесены на Кубиксе в Color Control И здесь добавили стекло, теперь от фаерболов можно дефаться Ну и много-много всего интересного сделать Сейчас нам заходит еще один 20 игрок и у нас начинается игра В принципе, стрелы вроде как починили, луки теперь нормально стреляют И все в целом сбалансировали и доработали, это очень даже хорошо Все, как видите, 20 игрок зашел, сейчас мы уже сможем нормально стартануть Не обращайте внимания на шрифт, потому что у меня просто здесь установится текстур пак с Кубикса И плюс еще мои ресурс паки, которые стоят В итоге они в такой смеси делают какой-то очень странный шрифт, но это очень странно Устали открывать кейсы? Тогда вам на lootmine.ru Ведь именно тут уникальные мини-режимы В нем ты можешь приумножить свой выигрыш в 2, а то и в 10 раз А все, что ты выиграл, сможешь смело потратить в магазине Если хочешь испытать удачу, то режим кейса всегда открыт для тебя На сайте также много бонусов, бесплатные кейсы, реферальная система и многое другое Я оставлю свой промокод в описании, первые 10 человек получат халявный баланс Все это на lootmine Вот, видите, сделали такие клеточки, теперь есть клетки Люди не выпадывают в начале игры, это хорошо Так, сразу же улутаю дерево, как видите, карта тоже изменена А у меня стоит ресурс пак с биткоинами, зачем я его оставил? Давайте уберем его, ну, остальные ресурс паки оставим Все равно шрифт этого не изменится Так, так, так Пролагивает, да, пролагивает, когда ресурс паки ставятся Так, ну что ж, нам нужно вон туда сразу же, наверное, идти Я постараюсь залутать ниточку с самого начала, чтобы, конечно же, делать себе лук Как видите, еще не до конца выздоровел, но вы уже можете слышать по голосу То, что мне уже намного лучше, реально лучше, чем в предыдущих видосах И это очень даже хорошо, а так вот, свою ниточку налутал Так, ребята, там уже построились, там вот стрелы Да, стрелы, правда, никто для меня не захватил К сожалению, тиммейты не постарались Так, перепрыгиваем, все, делаем себе верстачок У нас остается еще на палочке Так, ага, стрелы-то я не захватил Надо было сначала стрелы захватить, потом нужно все крафтить Ошибка, 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 ошибочка Ну, ладно, теряем пару секунд всего лишь Как видите, 15 жизней у каждой команды И после того, как жизнь заканчивается И игра не заканчивается, как в обычном колор-контроле Здесь же, ребятки Остается у каждого игрока команды Во последней жизни То есть сделано все так более-менее цивилизованно Уже начинают летать фаерболы Кто-то уже их запускает Ну, соответственно, фаерболы летают, как в обычном Майнкрафте То есть немножечко рандомно Видите, уже наши захватили стекло Ставят стеклишечка, чтобы, соответственно, не было никаких проблем Мне вон тоже дали немного стекла Сейчас я пойду вон на тот остров и установлю там стекло Потому что стекло здесь очень важно Так, отойди, Донг, немножечко Отойди, 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 отойди Ну, блин, стоит, мешает мне, ладно Так, ставлю здесь вот так вот И с этой стороны тоже поставлю стекло Чтобы вот те чуваки фаерболы свои не кидали, поганые Так, что у нас там происходит? Он тоже, чуваки, закрывает стекло Ладно, пусть у нас Донг будет на фаерболах Фаерболлер Как видите, у команды уже, например, жёлтых и зелёных Начинают заканчиваться жизнью Это хорошо Поворот блоков И здесь на блоке поворачиваются Надо будет здесь с крафтиком быть, наверное, каменную кирочку Но, блин, дерево у нас не соединено Опять же, мне придётся оббегать Поэтому пофиг на эту кирку Я лучше сейчас побегу в сторону центра В среднем центре, как видите, здесь четыре алмаза Это сделано для такого местного балансика Меня стреляют из лука или нет? Просто не могу понять Фаерболл летать опасно Там по нашим, кстати, фаерболлы состреляют Но нет, всё-таки, всё хорошо Всё отлично, всё заканчивается Здесь у нас, походу, зелье силы Остров зелье силы Так, перебегаем сюда И всё, мы на одном из центральных островов Вот здесь у нас тоже центральный остров Все здесь лутают алмазы Алмазы здесь спаиваются, я так понимаю, в центре острова Мне тоже дали алмазиков немного, пацаны Спасибо Так, что наши противники делают? Не вижу Не вижу, не вижу Алмазов маловато, поэтому пойду сюда Тоже здесь захвачу точку с алмазами Чтобы их тоже подлутывать немножечко Мне кажется, вообще все точки можно заходить Чтобы алмазы спаивались в центре острова Чтобы потом бегать и их тупо налутывать Потому что вроде это здесь работает таким образом Ну, немного нестандартная система Не как на обычном колор-контроле, соответственно Тоже булыжничком здесь вот так вот закрываю Со всех сторон Ну, почти со всех сторон Просто для того, чтобы, если кинули фаерболл Ну, с одного фаербола, типа, чтобы я не улетел Если, конечно, парочку фаерболов кинул То без стекла Естественно, я сразу же улечу Потому что вы помните, как работают фаерболлы здесь на Кюбиксе Так, отлично Алмазики у меня пошли в копилочку Желтые там очень сильно перестрелятся Зеленые вон там нас тоже обстреливают Чуваки уже в железке есть А, блин, фаерболлы постоянно летают Опасно, опасно, опасно Еще один фаерболл около меня пролетает Серьезно, серьезно все происходит Так, так, там синий, синий к нам строится Но где они в железной броне Серьезная такая заявочка На то, чтобы нас поубивать Что у нас еще не до конца алмазка Но я вроде его прогнал Он понял, что у меня есть лук Испугался и не пошел в эту сторону Отлично, так У нас вот где-то был верстак Вот, я его вижу Здесь у нас есть верстачок Давайте-ка мы его сейчас Ой-ой-ой-ой Опасно, опасно Обстреливают, обстреливают с всех сторон Ладно, к верстаку не пойду Лучше спрячу где-нибудь здесь А то обстреляли так Знатно, знатно нас поотстреливали Опасно Давайте-ка сейчас здесь встанем Я все-таки зарегенился Здесь версия 1.12 И ПВП, соответственно, 1.12 То есть все сделано по канону Того самого Color Control То есть стандартного Дефолтного, да Так Фаерболы пролетают У нас их отбивают, чуваки По мне тоже фаерболом здесь запульнули Опасно, опасно, опасно Начинают обстреливать, но Естественно, я им так просто не дам Сипа, кексиков могу захватить здесь Значит Дай-дай-дай мне, где на алмаз кексик Дай-дай, где на алмаз Фаербол улетит Ну, он промахивается Хорошо Хорошо, теперь сюда перепрыгим У меня сейчас есть немножечко булыжника Застраиваю здесь И, соответственно, нужно сделать себе Нагрудничек алмазный Чтобы уже просто не умирать От всех этих выстрелов Чтобы просто впитывать в себя Больше урона Чтобы я не умирал Тупо с трех выстрелов Хорошо Еще немного алмазов заутали И вернусь, пожалуй, вот сюда Там по-нашему Кексику обстрели Чувак из лука Кексик, не стой перед мной, пожалуйста Тяжело через тебя стрелы стрелять Так, это так Зеленые негодяи об нас стреляют Я туда парочку стрел тоже покидал Конечно, все безуспешно Все, стоим тут Лутаем алмазики Так, это так Кексик тоже тут захватывает Еще одну точку с алмазами Но, конечно, чертая точка не нужна Потому что у нас здесь всего Три игрока на центре Думаю, нам здесь больше не нужно Но, к сожалению, у нас Не простроены пути У нас тоже уже один игрок умер У синих Как видите, все еще 15 жизней Ага, вот только я про это сказал И, естественно, у них Минус одна жизнь Это хорошо Блин, по минуту начинают обстреливать Со стороны зеленых Достаточно так плотненько обстреливают У меня есть одно стекло Я его, пожалуй, оставлю С этой стороны, правда, все у меня открыто Не очень хорошая ситуация Так, сюда прибегаем И к версточку тоже О, тут уже Донг стоит Донг, привет Ты что, бросил Точку с фаерболами Как же здесь точку с фаерболами Это можно бросить? Это нехорошо Не камильфо Поворот кубов опять же будет сейчас И еще дезмач Дезмач Через 14 минут, дорогие друзья То есть тут есть Система дезмача При котором, я так понимаю У всех Исчезают жизни И у каждого игрока Остается по одной Последней жизни Это сделано для того, чтобы Ну, чуваки просто Долго не сидели Долго не сидели По мне начинают стрелять Обстреливают прям плотно Ну, надо просто бегать туда-сюда И захватывать блоки Чтобы чувакам было Сложнее прицелиться Так, ну, или захватываю Соответственно, всю эту систему Начинаю лутать алмазы Потому что у меня до фул алмазки Осталось совсем чуть-чуть Там куда-то челик стоит Надо было его немножечко размять Так Так, да блин Чего так стрелы ужасно летят Отлично Папа, попал У него, кстати, на один выстрел Походу осталось Еще бы одно попадание И все Ой-ой-ой Мне там нормально так спину Кто-то еще из лука прострел Вот на центре Очень тяжело стоять Вроде лутаете алмазы Но все противники Вас со всех сторон обстреливают Я говорю Только начинаю стрелять в желтых Меня стреляют в зеленые Просто тяжело Играть в 4 команды Конечно же Очень тяжело Но пока что наша команда Вроде лидирует И по позиции захвата алмазов Но я, как и говорил Здесь больше лишают фаерболы Чем алмазы Но почему бы не сделать себе Алмазную броню То же самое В ней хотя бы тебя не будут Убивать из лука С парой выстрелов Потому что здесь хватает Всего трех выстрелов Из лука подряд И ты умираешь Если 2-3 человека Тебе начинают таргетить вес Когда ты один там без шмота То, соответственно Ты уже начинаешь чувствовать Всю эту боль И умираешь Так Ну чуваки одеваются в железку Постепенно я тоже смотрю Наши противники Но они сидят Сидят себе Сидят себе на базе Вот это ошибка Сидеть потому что Ну типа Не оденешься А потом если вас зарашат То сразу же минус команду Просто могут за раз сделать Просто проблема в том Что обычно На обычном колор контроле Получается Одна команда Но если ты будешь рашить Какую-то определенную команду То вас могут очень сильно Так вот поджать И соответственно Вы останетесь без жизни Так Что там делают наши тиммейты Я вижу Наши тиммейты в железке есть Да Нас тут и фаерболами Обкидывают прям жестко Кого там даже скинули Я смотрю Причем Наши же противники Скинули наших же противников Так Опять же Новый поворот кубов Что-то кубы здесь Очень часто поворачиваются Или мне это просто так кажется Так Что у нас там стоит Там желтые Они вообще к нам не строятся Они даже не пытаются Как-то дойти до сюда Хотя Вон там ребята Сохватили Точку фаерболов Так В наглую И сейчас Мы должны Как-то их там за это покарать Блин Я думал он стоит На другом краю У нас кексик Зачем-то взял В правую руку Меч Так Ну у нас тут очень все плохо Вот если бы наши чуваки Хоть немного пообстраивали проходы Было бы конечно Чуть попроще Но Они этого К сожалению Не сделали Так Делаем вот так Вот смотрим Что у нас тут В обстановочке У меня с базы желтых Начинают кто-то мониторить Ну окей Говорил Когда-то в алмазной броне Ты уже не так сильно Ощущаешь стрелы противников Поэтому можно не беспокоиться Самое главное Здесь фаербол Ну типа стрела Максим Чуть и одно сердце сносит То есть нужно 10 стрел Чтобы ее убить Парочку фаерболов Здесь пролетают В сторону синих Опасно Наши чуваки Наши чуваки Принесли здесь стекло Теперь вот эта вот точка Она супер защищенная То есть Если фаербол прилетит Он только сломает нижние блоки То есть в принципе Эту точку уже можно Спокойно держать И долутывать алмазы Наши команды Больше всех жизней Мы пока что лидируем Вот потому что Ну я на самом деле Даже не знаю почему Потому что мы взяли Наверное алмазы И тупо не умираем Из луков Потому что большинство Игроков умирает Тупо из-за того Что в них стреляют Из лука И они погибают Так-так-так Сейчас нужно Вот сюда перебежать И попробовать Перебежать вот сюда Опасно конечно Но это нужно Чтобы во-первых О у нас тут Золото захватил Странная тактика С вот такими вот дорогами Конечно Но ого У нас еще и клашрейк Поставил золото Я смотрю на стекло Теперь стекло Тоже будет там складироваться Стакаться соответственно В одну большую ткучку Стекло тоже Очень важный ресурс Здесь Из него будет Намного выгоднее Строить Эти Получается Намного выгоднее Строить мостики Потому что Они не взрываются От фаерболов И вообще полностью Впитывают в себя Ударную волну Фаерболом Это на то и плюс Как бы Того же самого стекла То есть Булыжник этим Не может похвастаться Игра конечно же С фаерболами Становится намного жестче Потому что Вы не забывайте Фаерболом Тебя могут легко Скинуть Даже где бы ты там не бежал На обычном Ковер контроле Фаерболов нет Поэтому она там Более медленная И не такая Непредсказуемая Реально Здесь парочка Фаерболов Может скинуть Сразу же человек 10 И Ну ты такой Камон Как это вообще так Коста золотые блоки Я заметил здесь Работают немного не так Как на обычном Ковер контроле Потому что После захвата Должен этот А мне дали золотой блок Ну да Вот смотрите Он захватил его Но в целом После того Как вы переворачиваются Блок должен оставаться Нашим Не нужно еще раз Перезахватывать Просто исчезает Золотой центр Здесь почему-то Так не сделано Это очень странно Я бы так сказал Тут у нас летит Фаербол И у нас один из Залмазников Естественно улетает Вот про это я и говорил Про это я говорил Ватчдог там Стрельнул по нас Фаерболом Но Ватчдог Он видите без шмота Если вы сейчас Расстреливаете звука То он очень сильно Просядет И соответственно Не сможет даже высунуться А если высунется То умрет Так это работает Золото тут видите Аж сделали у нас чуваки Проходик Так 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 Ребята у них ушли С фаерболов Но с наших фаерболов Нас тоже прогнали В этом это и проблема Так дерево 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 Нужно полутать еще немножечко Дерево Скороть здесь сундучки Хоть и конечно До дезматч остается мало времени Но в принципе Можно да Тянуть здесь до дезматча Я думаю Потому что Потом у людей уже не останется жизни Но мы лучше всех залутаны Поэтому в принципе Будут все шансы Вот Хорошо Залутал дерево Залутал дерево Теперь идем К верстачку Сейчас сделаем Парочку еще сундучков Сделать надо еще в сундуке Я думаю Взрывоустойчивыми Потому что Ну Как мне кажется Если чуваки будут там В сундуки кидать То они будут взрываться Никто бы наверное Не хотел чтобы они взрывались Поэтому я наверное Сделаю вот так вот И закидаю сюда просто Стрелы Алмазы И всякие другие Полезные ресурсы Которые могут команде Пригодиться Думаю таким образом Сундук будет Взрывоустойчив Так Путь конечно же Нужно обстроить И обстроить Желательно как нибудь Получше чем просто Булыжником Но пока что Других вариантов Просто не остается Надо сделать так Чтобы нам тут Видите Уже из лука Со всех сторон Стреляют Ну кстати У синих Остается всего 3 жизни Синие и зеленые Самые забитые У них там Больше всех проблем Именно у этих двух команд Они там Можно сказать В заднице У нас уже все ребята Вернулись с центра При этом никто Из других команд Так и не захватил центр Хотя в принципе Вот желтый Могли бы попробовать Потому что у желтых Больше всех жизней Еще уж нельзя сказать О зеленых И о синих У них там вообще Полные проблемы Вот синим вообще Уже никуда лезть не стоит Наверное Но я бы на их месте Лично вообще никуда не лез Что слишком опасно Слишком опасно Куда-либо лезть Если ты синий Таким вот образом Здесь все закрываем Хорошо Теперь отсюда Весь этот туннель Продолжаем Все Более-менее безопасный Путь есть Я бы не сказал Что он прямо Супер безопасный Но более-менее безопасный Так Сейчас лутаем фаербол Кстати фаерболы Не идут кому-то Ну вернее Всем кто стоит на блоке Фаерболы идут Только одному человеку Они появляются в центре И нужно их забрать Ну то есть Перехватить И не дать С им членом команды Союзникам То есть взять Как бы Так уже с 2 кинем Ради теста Но один Я вроде отбил Его фаербол Но почему-то Он не отбился И это очень странно Примерно начинают Из лука мониторить Нормально Так у нас все Сейчас почему-то Встали именно сюда На эту точку С фаерболами С фаерболами Это очень странно Так Начинаем По нему Мониторить из лука Пусть обстраивает С своим булыгой У него других Вариантов нет Блин я к сожалению Стрелил из лука И летел наш фаербол И кажется Я его немного Отклонил Отклонил Такое тоже может быть То есть Как бы Вы не забывайте Что как работают Фаерболы Как работают луки Соответственно Да То есть Они работают Именно так Ну кто-то очень Криовато запустил Фаербол Но нужно не забывать Что они конечно Летят здесь Не во прямой траектории Поэтому Вообще Летят в майнкрафте Не во прямой траектории Фаерболы Поэтому так это работает Так По чеваку Начинаю продолжая Мониторить Продолжая продолжая Не стой перед мной Пожалуйста Боже Он стоял передо мной Ой-ой-ой Нам еще Нас так обстреливают Жестко Что мой фаербол Сразу же отбили из лука Нас просто Желтый очень сильно Обстреливают Но они теряют жизни Синие кстати Уже полностью погибли Походу синих Разобрал кто-то другой Возможно Это была команда зеленых У нас вот желтый Им просто очень жесткая Перестрелка Тупо из-за того что Как почему Почему фаерболы Так криво летят Дайте мне фаербол Пожалуйста ребят Так Так вот Дай фаерболу Да Спасибо 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 Тут чувак поближе Подобрался Кстати можно увидеть его Запустил фаербол Я его тоже отбиваю Из лука И второй тоже отбиваю Из лука Кстати Этим фаерболом Я чуть не скинул его Тиммейт Надо его обстрелить Нужно обстрелить Этих желтых Фаербол лучше мне кажется Вот так их будут запускать Или вот так Чтобы они не могли их отбить И соответственно Коцались Просто из лука Просто из лука Обстреливать Просто Коцать их как можно больше Потому что у них уже мало жизней И теперь они уже себя чувствуют Некомфортно Ну конечно Что-то из наших кидает так фаербол Ужасно Что наши союзники Сами же умирают На этих же фаерболах Сейчас у нас один игрок улетел Дайте мне стрел 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 И фаербол отдай свой Все фаерболы свои отдай Сексик Дай мне фаерболы Не хочет мне фаербол Отдавать от сексика Так Оп 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 Отлично Отлично Сексик еще одного из лука скидывает Ну вот мы сейчас Желтых очень хорошо просадили У них уже очень мало жизней Это хороший результат на самом деле Потому что желтые Сейчас уже Не так комфортно себя будут чувствовать Как чувствовали до этого Стрел Вот уже я возьму И наверное А Нам все-таки каким-то образом Смогли сломать здесь сундук Посмотрите Стекло все-таки фаерболами Походу ломается Немножечко Но это Наверное Больше баги Что стекло вообще не должно ломаться И не пропускать дэмэдж Мне кажется Для того чтобы задевать сундук Нужно двойной слой стекла Ставить Тогда они точно не будут ломаться С помощью фаербола Так это должно работать Наверное Так Ну что ж Стекло Еще я бы больше стекла возьму Наспавнилось Жаль конечно Что мы потеряли сундук Сундук достаточно полезная вещь Так Никто у нас не лутает фаербола Поэтому я полутаю Кто это у нас Донг перебрался поближе К противникам Это хорошо Это наш тиммейт здесь стоит Клашейк В нашей команде Да Клашейк в нашей команде Зеленых 2 жизни У желтых 4 жизни Ну тут как бы все очевидно У синих 0 Синие полностью мертвы Так понимаю Да Да Синие полностью мертвы Полностью поработили Полностью поубивали Да не стоит Она кровет Айди Сектика От края Так Ну я понял Понял в принципе Идею своих тиммейтов Я понял Да Клашейк Спасибо Спасибо Ой фаербол Очень жестко заходят фаерболы Здесь Надо бы знать Что сделать Отойдите Дайте-ка я здесь попробую Постоять стекло Льца побольше Так 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 Чтобы нас если откинуло То мы ударили стекло Соответственно Которое здесь стоит И не выпали И не выпали Так Так наши тиммейты Начинают потихонечку Прибираться к желтым Желтый себя уже чувствует Некомфортно И в принципе Я могу их понять Потому что тут такая орава Противников На их острове Так Так Они там стоятся Наде них там все Более-менее нормально обстроено Но я докидаю кучу фаерболов Но аккуратно Я вот докинул миллиард фаерболов Чтобы их прокоцать И у желтых остается всего лишь Две жизни Сейчас нужно Поближе к желтым зайти Я забегаю Там Донх уже начинает Кого-то убивать Я подхожу сюда Здесь зайкают Нужно ее добивать Отлично Мы ее добиваем И кажется Мы тоже убили желтых Хорошо С желтыми тоже Примерно-таки покончено Осталось только две жизни У зеленых Вообще Очень хорошо сыграли У нас Прямо очень сильная команда Нужно быть аккуратными Потому что Любой там выстрел Любой фаербол Может нас скинуть Ну как можно было убедиться Фаерболу конечно Достаточно сильное оружие Которое нельзя Недооценивать Но то же самое стекло Просто блокирует Их возможности Так Нужно смотреть аккуратно Зеленые могут быть И на базе синих Легко могут нас там В спину Накоцать Поэтому очень надо Быть с этим Аккуратными Так Кто-то по центру бегает Наши бегают На центре на самом деле Я думал Кто это Такие Чувак с каким-то Украинским флагом На футболке Опасночь Опасночь я бы назвал Так Вот там какие-то Экстремальные действия Чувак делает Надо бы ему помешать Отлично Стреляю фаерболом Но к сожалению Не убиваю его Не убиваю Уже зеленых Что там Убили игроком Вачдок Игроки Донг У нас целых два игрока Погибло Опасно Опасно Два игрока погибнет Просто так на ровном месте Вот Зеленые конечно Сажаются до конца Молодцы Молодцы Не сдаются Ну на самом деле Просто досиделись А и все И один из них уже слился Все Последний Зеленый остался Когда жизни пишется Желтым цветом Это значит Что у них Тупо последние жизни Ну все Буквально за 20 минут И так вот игра закончилась Да у нас новая игра Собирается стартануть Но я нажал Пожалуй выйду в хаб Чтобы игра не стартанулась Давайте-ка я ливну Вот так вот вы видели Сервер Кубикс Ссылочку я на него Оставлю в описании Скоро он уже будет доступен Для всех Я думаю уже на днях И вы сможете Сами зайти С своими друзьями Или же просто С какими-то рандомами Поиграть В Color Control Пока что будет Три режима Две команды По 10 человек Четыре команды По 5 человек И две команды По 5 человек То есть две команды По 5 человек Это классический режим На каждой своей карте Соответственно Будет интересно играть Потому что будет Разнообразие в картах И режим будет дополняться Будут появляться Какие-нибудь блоки новые Разные режимы Игры и так далее Это будет достаточно интересно Ну а там все Дорогие друзья С вами был Демастер Мы играли на серии Кубикс Подписывайтесь Ставьте лайки Рассказывайте об этом серии Своим друзьям Потому что Выглядит все это Очень круто И по крайней мере Вот эти фаерболы Которые теперь летают В отличии от Color Control Стандартного Они Добавляют Экшона в игру Ну а там все Увидимся в следующих видео Дорогие друзья Всем удачи И всем пока-пока Продолжение следует